В Италии могут сформировать новое правительство. Лидер государства уже сегодня может утвердить на пост премьер-министра кандидат от коалиции «Движение 5 звезд» и «Лига» Джузеппе Конте. Скоро в Китае могут появиться многодетные семьи. Власти государства рассматривают возможность отмены всех ограничений рождаемости. Экологи бьют тревогу. Популяция пчел стремительно уменьшается, что может привести к крупнейшему продовольственному кризису. Италия может получить новое правительство уже сегодня. Глава государства Серджио Моторелли примет решение по кандидатуре на пост премьер-министра. Претендентам Джузеппе Конте предложили «Движение 5 звезд» и «Партия Лига». Ранее большой политикой мужчина не занимался. 54-летний Джузеппе Конте – юрист, профессор гражданского права. Мы предложили президенту кандидатуру Джузеппе Конте. Это профессионал высокого уровня. Вдобавок он из провинции Сан-Дживани-Ротондо. Всего в жизни он добился сам. Ранее лидеры политических объединений заключили правительственный контракт. В документе обозначено 30 пунктов – приоритетные задачи работы обеих партий. Туда вошли в том числе отмена антироссийских санкций и выравнивание отношений с Россией, реформа судебной системы, борьба с коррупцией, пересмотр действующих европейских соглашений и введение плоской шкалы налогообложения. Контракт предусматривает изменения и во внутренней политике. Так, например, партии предлагают сократить расход на содержание госаппарата, придерживаться жесткой линии по вопросам миграции, создать министерство по делам людей с ограниченными возможностями. Коалиция движения «Пять звезд» и «Лиги» имеет перевес в Сенате всего в 6 голосов. А потому некоторые эксперты говорят о нестабильности такого союза. Если кандидатуру Джузеппе Конте все же утвердят в должности премьер-министра, именно он займется формированием нового правительства страны. Вслед за США и Гватемалы свое посольство перенес в Иерусалим Парагвай. Торжественная церемония открытия депмиссии прошла накануне. Посольство расположили в южной части города, в одном из офисных зданий района Мальха. На открытие представительства министр внутренней безопасности Израиля Гелат Эрдан заявил, цитата, «Признание Иерусалима представляет собой изменение глобальной политической карты. Все больше стран поддерживают наши позиции и стремятся укреплять отношения с Израилем». Конец цитаты. В ближайшее время Министерство иностранных дел Израиля ожидает целую волну переносов дипломатических миссий в Иерусалим. Власти считают, что примеру США последуют многие страны Центральной и Южной Америки, а также Европы. Почти полувековая политика «одна семья, один ребенок» может кануть в лету. Несмотря на то, что два года назад эта формулировка демографического курса изменилась, китайцам разрешили заводить по два ребенка на семью, политика сдерживания и регулирования рождаемости привела к целому ряду проблем. Сейчас китайское правительство пытается решить их, полностью отменив все ограничения. Во-первых, снятие запрета поможет уменьшить средний возраст граждан и преодолеть тенденцию старения населения. Во-вторых, в долгосрочной перспективе такая политика значительно увеличит количество трудоспособного населения страны. Кроме того, если правительство КНР пойдет на такой шаг, прекратится критика властей Китая со стороны правозащитников. Спортсмены из 62 стран мира приехали в Китай на самый сложный марафон планеты. Дистанция по одному из чудес света в Великой Китайской стене составляет чуть больше 42 километров. Задача осложняется еще и тем, что участникам приходится преодолевать многочисленные спуски и подъемы. Одно из самых сложных испытаний на пути к победе – более 5000 высоких каменных ступеней. Стена очень сложная. Когда видишь ее на видео, ты не понимаешь, какие высокие на самом деле ступеньки. Их много. Вообще стена очень красивая и удивительная. Первым среди мужчин финишировал итальянец Оскар Перега. Он преодолел дистанцию за 4 часа, 1 минуту и 14 секунд. Самой выносливой и быстрой женщиной стала южноафриканка Мария Маренковец. Она покорила Великую Китайскую стену за 4,5 часа. Весь мир впервые отметил День пчел. Пчеловоды Словении даже организовали тематический фестиваль. Его главная цель – привлечь внимание людей к проблеме исчезновения пчел. Об угрозе вымирания этих насекомых неоднократно сообщали эксперты программы ООН по окружающей среде. Ежегодно численность колоний пчел сокращается. Это может привести к серьезному продовольственному кризису. Более 75% сельскохозяйственных культур зависит от опыления. Если бы не пчела, человеку пришлось бы исключить из своего рациона картофель, морковь, перец, кофе, клубнику и другие ягоды, фрукты и овощи. Главными причинами уменьшения популяций самых полезных насекомых специалисты называют глобальное потепление и чрезмерное использование пестицидов и экологические проблемы. Пчелам нужна такая же чистая среда, как и людям. Чтобы защитить пчел, нужно сохранять чистым воздух, воду и всю природу. Такие условия хороши и для людей. Поэтому, когда мы помогаем пчелам, они помогают людям. Это главная цель Всемирного дня пчел. Полное исчезновение грозит примерно треть опылителей – бабочкам и пчелам. В опасности, кстати, находятся не только насекомые. Некоторые виды летучих мышей, которые тоже опыляют растения, могут пропасть с лица земли. Чтобы сдержать сокращение популяции этих существ, специалисты рекомендуют отказаться от использования в садах пестицидов, фунгицидов или гербицидов. Они могут отравить не только отдельные насекомые, но и привести к отравлению ульев загрязненным нектаром или пыльцой, собранной пчелами с обработанных растений. Ну а с новостями христианского мира вас познакомит моя коллега Жанна Мамилова. Жанна, вам слово. Спасибо, Дарья. А у нас следующие новости. Американский посол в Израиле Дэвид Фридман отметил, что христиане-евангелисты являются более сильными сторонниками Израиля в США, чем многие евреи, сообщает портал Виктори. Дэвид Фридман сказал, что участие руководителей многих христианских организаций в церемонии открытия в Иерусалиме нового посольства США обусловлено тем, что евангелисты поддерживают Израиль более рьяно и преданно, чем многие представители еврейской общины. В поддержку альянса премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с лидерами евангелистов Фридман сказал, вы руководите страной, вам нужны друзья, вам нужны союзы, вам нужно защищать своих людей. Музей Библии в Вашингтоне привлек более полумиллиона посетителей за полгода. Он строился три года и обошелся в 500 миллионов долларов, передает Седмица. Великая книга оказалась весьма востребованным объектом на переполненном музейном рынке столичного города. Музей Библии, открывшийся полгода тому назад, уже посетило более 565 тысяч человек. Многие другие музеи не могут похвастаться такой посещаемостью. В настоящее время доступ в музей бесплатный, хотя для организованных групп существуют абонементы, а от прочих посетителей ожидаются добровольные пожертвования на сумму в 15 долларов с человека, которые по американской традиции не менее обязательны, чем чаевые в ресторанах и гостиницах. В августе в музей Библии пройдет специальная временная выставка под названием «Странствующий проповедник. Билли Грэм. Библия и искушение современного мира», посвященная памяти выдающегося американского проповедника, почившего в феврале этого года. Российское движение «Женщины за жизнь» инициировало флэш-поп накануне референдума, который пройдет 25 мая в Ирландии, и по итогам которого может быть пересмотрен статус зачатого ребенка, пишет Интерфакс. «Сейчас, согласно восьмой поправке Конституции Ирландии, принятой в 1983 году, государство признает право нерожденного на жизнь. Референдум, на наш взгляд, должен закончиться в пользу жизни. Ирландские пролайф-активисты выступают против узаконивания убийства нерожденных детей. Мы поддерживаем их и запускаем флэш-моб, приуроченный также к Дню защиты детей», рассказала руководитель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. По мнению активистки, в России с ее огромным количеством абортов защиты тоже в первую очередь требуют именно те дети, которые еще не рождены. Чтобы присоединиться к флэш-мобу, достаточно сделать пост в социальных сетях с хэштегом «В защиту нерожденных». В Китае государственные чиновники усилили наблюдение за христианами. По сообщению от христианина из округа Джоукоу, церкви округа обязали начинать каждое богослужение государственным гимнам, сообщает 316 Ньюс. Один христианин сообщил, что согласно новым правительственным ограничениям, церкви округа обязаны петь государственный гимн Китая в начале каждого богослужения. А по окончании богослужения теперь нужно будет еще петь национальную песню под названием «Без коммунистической партии не будет нового Китая». Местные власти также издали приказ, запрещающий кому-либо в возрасте до 18 лет ходить в церковь, говорится в сообщении. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.bndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.